В Бельгии продолжается масштабная антитеррористическая операция. Полицейские проводят обыски квартир, в которых возможно укрываются сообщники боевиков. Накануне бельгийско-французская бригада следователей планировала обыскать квартиру, связанную с расследованием терактов 13 ноября прошлого года в Париже. Однако полицейских встретили выстрелами через дверь. Через некоторое время стражи порядка, не готовые к такому развитию событий, были обстрелены вновь. По данным полиции, ранены четыре сотрудника, передает Интерфакс. Стрелявшим удалось покинуть место перестрелки. Они забаррикадировались в одном из зданий на улице Дрис. В конце дня полиция предприняла штурм и уничтожила одного из участников стрельбы, по сообщению СМИ. При нем был автомат Калашникова и граната со слезоточивым газом. Первая группа истребителей-бомбардировщиков Су-34 вернулась из Сирии и приземлилась на авиабазе под Воронежем. По словам руководства вооруженных сил Российской Федерации, поставленная перед военными задача выполнена. Боевики вытеснены из Латакии. Сообщение с Алеппо восстановлено. В Пальмире завершают зачистку от оставшихся там террористов. Разблокирована авиабаза Квайрес. Те подразделения, которые останутся в Тартусе и Латакии, продолжат нести боевое дежурство. Владимир Путин вечером 14 марта отдал приказ министру обороны России Сергею Шойгу начать вывод основных сил Российской Федерации с Сирии 15 марта. Речь идет об авиационной группировке воздушно-космических сил России. Лефортовский суд сегодня должен решить, отправится ли под арест замминистра культуры Российской Федерации Григорий Пьерумов. ФСБ, который занимается делом, считает, что именно он четыре года назад организовал преступную группу, занимавшуюся хищением средств, выделенных на реставрацию архитектурных памятников. Таких, например, как Эрмитаж, Новодевичий монастырь и Изборская крепость. Украли только по одному эпизоду дела как минимум 50 миллионов рублей. Задержаны глава имущественного департамента Минкульта Борис Маза и директор реставрационной компании Балтстрой Дмитрий Сергеев. Его уже арестовали. Балтстрой – одна из крупнейших в России реставрационных компаний. Она занималась восстановлением множества памятников архитектуры, в том числе в Москве и Петербурге. В соседней с нами Оренбургской области из-за метели штормового ветра введен режим ЧАЭС, перекрыто 20 автомобильных дорог, в том числе трасса Оренбург-Орск. Об этом сообщили в региональном правительстве. Как сообщает ТАСС, режим начал действовать в 10.30 по местному времени и будет снят по особому распоряжению. Перекрыт участок трассы Оренбург-Орск, 170 по 259 километр и еще два десятка дорог местного значения. В Кувандыкском и Новоорском районах видимость упала до нулевой. Жителю Костаная пришлось в суде доказывать, что он жив, а не умер более 10 лет назад, сообщила накануне пресс-служба областного суда. В Костанайской городской суд обратился 45-летним мужчинам с заявлением об авнулировании записи акта гражданского состояния о смерти. В 2003 году мужчина лежал в городской больнице Костаная, после выписки был направлен на установление инвалидности. Спустя 12 лет, в 2015 году, мужчина обратился в ЦОН для замены удостоверения личности гражданина Республики Казахстан. К большому удивлению, ему стало известно, что он числится умершим с 2003 года, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. Когда отдел ЗАГСа аппарата Акима Костаная отказался внести корректировки в базу регистрационного пункта документирования и регистрации населения, без решения суда мужчина обратился с заявлением в суд. Допрошенные в суде свидетели подтвердили личность гражданина. По сообщению Департамента комитета по регулированию естественных монополий, в их ведомство часто поступают обращения, связанные с ростом тарифов на тепловую энергию. Были даже случаи обращения с исками в суд на Трансэнерго от индивидуальных предпринимателей. Специалисты АО «Трансэнерго» рекомендуют переходить на общие домовые теплощетчики для того, чтобы жильцы домов и предприниматели не ощущали особого роста тарифов. Было отмечено, что Актюбинская область – одна из областей, которая имеет самое низкое обеспечение общедомовыми приборами учета тепловой энергии. На сегодняшний день из 1200 домов в городе всего в 291 доме установлены общедомовые теплощетчики. Из них 20 домов были обеспечены приборами учета через фонд развития ЖКХ. До конца года планируется установить в теплощетчики еще 180 домах. День открытых дверей проведет в четверг городская комиссия по легализации имущества. С 10 часов утра в здании Акимата Актобе горожане смогут свободно получить информацию о порядке регистрации жилых и хозяйственных построек. По данным представителей комиссии, на сегодняшний день в городе легализовано более 6,5 тысяч объектов недвижимости на сумму около 15 миллиардов тенге. Более 7 тонн баурсаков и 5000 литров науры с кожей будет приготовлено для горожан в праздничные дни. О планах празднования науры с Мейрамы рассказала руководитель городского отдела культуры Маржан Корганбаева. Так, по словам начальника государственного ведомства, в октябре с 19 марта будут оборудованы пять праздничных площадок, а с 21 марта шестая и главная в районе парка первого президента. 21 марта народные гуляния пройдут на площадях центрального стадиона торгово-развлекательного комплекса «Мега Актобе» в парке имени Александра Пушкина и ретро-парке, а также у дома культуры «Металург». А 22 марта главные праздничные торжества начнутся в 11 утра в парке имени первого президента Казахстана. Это все новости к данному часу. За развитием событий следите в дневном выпуске программы «Факт», а также на нашем сайте www.ricotv.kz.